Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и Ubisoft внезапно выпустила ремастеринг или переиздание The Settlers 3, игры аж 1998 года, и сейчас еще они сделали бесплатные выходные в этой игре, правда, когда я выпускаю это видео, они, наверное, закончились уже, к сожалению, но я решил сыграть, вспомнить молодость, так сказать, потому что я был, по-моему, в 10 классе, когда эта игра появилась, и много, ну, немного, но какое-то время в этой экономической стратегии я проводил, поэтому давайте чуть-чуть просто поиграем, чуть-чуть посмотрим компанию, давайте за... Тут три цивилизации, идея в том, что боги этих цивилизаций пьянствовали, и верховный бог сказал найти лидера среди их цивилизаций, чтобы он привел ее цивилизацию к рассвету. Давайте возьмем, возьмем рим просто и вспомним, как тут вообще действует, ну, изи, сложность. Вот так игра выглядит, о, блин, я хотел подвигать карту, а она тут что-то какие-то горячие клавиши. Это наша область действия, где мы находимся, расширяется она сторожевыми башнями. У нас тут есть часть военных юнитов. Сейчас бы вообще вспомнить, как, как, что тут, что, что делать надо. Так, строение. Наверное, какой-то склады надо для начала построить. Ага. Ресурсы. Ну, это в некотором смысле, знаете, игра, такая смесь, если брать из современных игр, то это оно, это Норсгард чем-то похоже, но у Ситтлерса своя особенная, конечно, экономика. Все свое. Так, это какое-то дерево здесь уже лежит. Ну, это пока легкий уровень сложности, поэтому я не особо заморачиваюсь с тем, что появились. Просто хочу посмотреть, как игра сейчас выглядит. Ну, ремастеринг, конечно, видимо, только в том, что она оптимизирована под современные компьютеры. Ну, оптимизирована, в смысле, что она может запускаться на современных компьютерах. Потому что, конечно, визуально не сравнить хотя бы с тем же ремастерингом Age of Empires, да, Definitive Edition. Вот, тут даже лучники есть, копейщики тоже, ну, разделение войск по камень-ножницы-бумага имеется. Так, ну, давайте что-нибудь уже построю все-таки. О, видите, показывает, где можно строить и как хорошо оно будет работать. Вот здесь, видите, зеленое место. Видимо, здесь лучше всего его поставить. Так, давайте на еду рыбацкую штуку. Почему, интересно, вот, я думал, на побережье лучше будет ставить. Вот они сами начинают строить, причем они будут прокладывать даже дорожки по той территории, где они ходят. Так, рыбу ловят. Это ферма. Давайте мы сразу расширим территорию. Расширяется она защитными башнями. Правда, я, честно говоря, не уверен, в какую сторону это лучше делать. Просто наугад, честно говоря, ставлю. Давайте сюда поставлю и... Все. То есть игра нам подсказывает, где лучше ставить эти здания. Используются какие-то ресурсы уже. Так, явно... Явно... Недостаточно будет... Маленькая резиденция, средняя резиденция. Фиг знает, что они дают. Конечно, рынок... Явно недостаточно просто... Домика... Лесоруба. Конечно, нужна еще и лесопилка. Так. О, вы выставляете даже область ставишь, где работать. Это, кстати, похоже вот на... Ну, точнее, не это похоже. Конечно, эта игра повлияла на многие-многие другие игры, которые сейчас популярны. То есть, я хотел сказать, что в мену Dawn of Man, который я недавно стримил полностью, вот примерно то же выставление области. Видите, я сейчас поменял область, а надо бы обратно вернуть вот сюда. Видите, вот зеленое, это где больше всего вырубают, желтое, красное. Вот оно как-то так влияет. Так, теперь давайте у рыбаков поставим область. Вот тут рыбка. Здесь пойдут рыбу ловить. Вот, видите, я поставил строжевую башню. Область расширилась. Давайте теперь... На камень. Потому что у меня тут на камне много. Слушайте, а эти могут как-то территорию исследовать? Интересно, горячие клавиши ставятся. Так, нет. Ctrl-1, Ctrl-2 на горячие клавиши не ставят. Жаль. Путь, наверное, тоже не назначить через Shift. Не знаю, мышкой я никак не могу только си на край наводить. Давайте пока исследовать территорию. Я так понимаю, что у нас задача завоевать этот остров. Так. Что у нас тут строится? Это добыча камня. Где мне еще ресурсы посмотреть? Так, это моя территория. Это юниты. Это здание. Ага, вот. У меня 21 доска. 3 дерева. Добыча постепенно идет. 3 лопа. Видите, инструменты надо будет делать, чтобы это все быстрее производилось. Камень какой-то есть. Форрестерс Хат. Это для... Айрон Майн. Это для добычи железа. Это для охоты... На животных. Так, что у нас тут с каменотесами? Давайте вот сюда область поставим. По-моему, это вот как раз добыча камня. Меня смущает, что у меня ресурсы вот так вот на земле просто валяются. Смотрите, вот тропиночка уже немножко видно. Инструменты просто так валяются. Мне кажется, должно быть какое-то здание... Это создание инструментов. Должно быть какое-то здание для хранения всего этого. Но это пока я вижу создание. Катапульты. Это все военные. Видимо, нету. Средняя резиденция. Во! Storage Area. Вот оно. И что, могу только тут поставить, да? Так, а что нам требуется для строительства башень? То есть, вы можете строить только внутри своих границ что-либо. Ага, это уже конец. Видите, вот на край карты этих ребят отправим, а этих на этот край. Мини-карта тут видна. Ну, похоже тоже, знаете, на создание цепочек. На самом деле. Потому что вы сначала рубите деревья, потом их будете обрабатывать на лесопилке. Потом уже из лесопилок делать инструменты. Я уже, честно говоря, подзабыл. Как это все тут действует. Ну, приятно. Вернусь, хотя, конечно, графика сейчас. Вырви глаз просто. Просто вырви глаз мне и положи на полочку куда-нибудь. Надо найти другое племя. Может, сразу и нападем на него. Тут, видимо, один рабочий на одно. Он даже что-то рыбу какую-то ловит. Прекратить работу. Выбрать другое место. Давайте резиденцию построим. Не знаю, на что оно влияет, правда. И что оно дает. Просто интересно посмотреть. Так. Ферма уже никуда не влазит. Ладно, давайте хотя бы лесопилку поставим, что ли. Музыка топовая, да? Странно. Башня построена, а границы не расширились. Почему? Вон, кстати, чужие границы вижу. Синего. Сейчас нападем просто. Ну, это ж изи карта. Я не особо хочу долго в этой игре сидеть. Сейчас с нескольких сторон подойдем. А, вот, расширилось. Время нужно просто. Просто время нужно. Так. Давайте, значит, лесопилку. Или просто больше этих ставить. Башен. Видите, тут уже зелененькое показывает. Надо расширять территорию. Наверное, знатоки сеттлеров мне скажут, что я неправильно что-то сделаю в комментариях. Но, опять же, повторяю. Изи. Карта. Я не думаю, что нам понадобится. Хочу сейчас вот с нескольких сторон подойти к этому чувачку. И начать нападение. Немножко ему экономику порушим. Тут, по-моему, нету... А почему сила, интересно, 67%? Ага. На жителей они не нападают, я так понимаю. Или им надо войну объявить сначала. О. Да. На жителей они не нападают. Они воюют только с военными юнитами другими. Ладно, давайте отступлю. Хочу уже всю армию подвести. Все эти раненые у меня есть. Объединим наши войска. Интересно, видите, они заходят в башню. Его юниты. Тоже расширяет территорию. Там-та-дам, там-та-дам. Там-там-там-там-там-та-дам. И видите, территория расширяется не сразу, а со временем, когда построил. Так, вся армия есть. Пошли атаковать. Вся армия в сборе. Сейчас я солью всю армию, и, видимо, придется новую строить наверняка. Хит-поинтов у башни не видно что-то. О, я убил ему юнита. Да, битва, конечно. Офигительно. О! А, я захватил прям башню даже. Не убил, типа, а захватил. Так, а почему тут ребят... А, видите, несут инструменты. Несут... Что необходимо для строительства башни. Хочу ферму поставить. Правда, негде. Так, что там с битвой? По-моему, меня там убивают. Да нет, вроде. Один какой-то там юнит бьет моих. Ее, захвачено. Да, тут, короче, захват башни означает захват территории. Так, давайте, наверное, строить военные здания, чтобы уже отдоминировать замок. Вот, оружейная. Где их можно поставить? И, по-моему... Вот, и бараки надо. Просто в оружейной ты строишь оружие. То есть, ты не можешь просто, вот, знаете, нанять воина. Сначала строишь мечи. Ну, тут у меня, по-моему, какое-то количество есть оружия, наверное. Нет, нету. А все, мне убили, да, юнитов? Не, захватил я башню. Короче, это, видимо, слишком легкая миссия. Даже можно было не развивать экономику. А просто юнитами, видите, все снести. Я не особо тут что-то делаю. Просто хожу, башни захватываю. Нет, смотрю, тропинки прокладываются так прикольно. Наверное, надо быстрее башни было ставить, быстрее... Вообще, все развивать, но... Она не особо понадобилась. Ну? Ага, у меня лучники только остались. Они, видимо, башни не атакуют. Понял. Давайте расследуем полностью территорию. Вот поэтому я и строю здесь. Видите, они останавливаются в строительстве, потому что явно чего-то не хватает каких-то уже. Так, куда мои делись? Воины. Ну, вот это у себя территория. То есть, я понимаю, что это последняя башня, которая есть у синего. Так. Доделался вэпн смит. Ему нужно для создания... А, тут вообще дофига всего. Можно. Ну, давайте вот только... Мечи... Делать. Причем, у нас есть пока необходимые, я так понимаю... А, нет, нету... Нету вот этой стали. Для того, чтобы она была, мне надо сделать цепочку. Какой-то... Вот здесь, видимо... Да. Добыча... Железа. Вот здесь. И переплавка железа. Так, я все-таки хочу... Место для... Хранения. Давайте вот тут поставим. Так, в бараках. Продолжим 5 мечников. Так, нет, мы... Ну вот, мирных жителей, я так понимаю, что атаковать они не могут. Такая же графика. Ну, для 98-го года, ребята, это было... Все офигительно. Кстати, вот эти ресурсы я у синего захватил. Какое-то золото, я смотрю, даже есть. Так, шахта. Шахта еще даже не началась строиться, я так понимаю. Ну, только сейчас строится. Не знаю, что в этой Storage Area будет. Ну, это как бы место хранения ресурсов. Что-то построено, теперь сюда будет все сваливать, нет? Так, тут строят шахту. Тут строят... Это выплавку металла. Как-то лучше вообще перевести Iron Smelter. Переплавка железа. Выплавка железа. Выплавка железа. Большую башню. Там уже все захвачено. Давайте здесь вот тут. Чтобы лучше видеть территорию. А, нет, они еще достраивают это место хранения. Все сообщения прочитаны. Так, здесь... А, подождите, здесь... Что-то еще надо? Для выплавки стали. Вот это что такое? Уголь еще нужен, вот. Добычу угля еще надо... Организовать. Да, очень многое, конечно, не сообщается просто. Вот, коммайн. И давайте здесь поставим. Так, хранилище построено. Жалко, что, конечно... Просто обычных юнитов убивать нельзя. И лучниками, видите, не напасть на башню. Ну, у него тоже юнитов нет. Он... Ему негде их тренировать. А я хотя бы иду к этому... Потихоньку. Поставил пять мечников. Но для этого надо пять мечей, как минимум. Надо выплавить. Вообще, добыча идет? Да, добыча идет. Чувачок что-то делает. А, видите, уже ноль досок. Значит, зачем я эту резиденцию поставил? Что она дает? Слушайте, может, у меня где-то еще есть воины? Вообще, написано по нулям. Хотя у меня лучники есть. Ну, это, конечно, вот интерфейс старых игр. Если ты его хорошо не знаешь, то и печалька будет. Ну вот, воины мне показывают. Ну, правда, еще при этом и башни показывают. Нафига мне башни видеть. Ну, это выбранные воины. А где бы вот найти... Население. Занятие. Продукция. Занятие у нас. Специально... А, слушайте, я могу увеличивать. 20% носят, 25% копают, 25% строят. Давайте больше копателей. Воры. Пионер. Геологист. Ветим, какие-то профессии можно давать. Я уже забыл вообще об этом. Найти ресурсы. В общем, нужно автоматом, по-моему, это делать. Башни никого не обстреливают. Жаль. Ой. Звук пропал. Ну, знаете, честно говоря, вот... Я думал, будет мне интересно играть, но... Нету вот желания вернуться, потому что... Есть современные стратегии, которые и поглубже, и интерфейс поприятнее. Ну, то есть, вот зачем мне, например, в Седлерах быть, если у меня есть оно. То же самое. 1800. То есть, здесь попроще просто. Еще и сиди в интерфейсе, разбирайся. Если бы хотя бы выглядело оно не так ретро. А так, совсем как-то... Грустновато. Так что я... Закончу на этом... Это видео, потому что, ну... На самом деле, я понимаю, что тут я... Чего-то не... Не доделываю, но сидеть, ждать, пока добудется железо, пока добудется уголь. Пока он... Видите, еще угольный шахт даже не... Не построилось. У меня явно надо больше посылать на добычу дерева вырубку. Наверное, надо даже поменять... Поменять область вырубки дерева. И ждать, пока эти доски появятся. Все-таки это уже ретро немного. Приятно было посмотреть. Приятно, что вы посмотрели эти полчасика видео. Но, пожалуй, Сеттлерс 3 лучше остаться в прошлом. Спасибо, что смотрели. Играйте в умные игры. И всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.